В пятой школе урок мужества. В гости к четвероклассникам пришли представители поискового отряда «Вахта памяти». Они рассказали о своих экспедициях, раскопках на местах сражений и находках времён войны. Среди поисковиков есть и сотрудники школы. Мы находили пистолет-пулемёт шпалина, находили различные снаряды. Конечно, работать со всем нужно очень осторожно, соблюдать технику безопасности. При обращении с такими снарядами, гранатами, вооружением и так далее. Во время поиска мы находим очень много различных экспонатов. У нас в городе есть музей воинской славы. Вы, наверное, уже были там, военно-патриотическом клубе «Форпост». В комнате боевой славы на базе «Форпоста» много предметов, которые привезли из экспедиции. Эти артефакты – свидетели и хранители правды. А благодаря поисковикам восполняются пробелы в истории прошедшей войны, становятся известными имена героев. Нам сказали о клубе, где может записаться любой человек и искать останки родственников, либо других военнослужащих. Я считаю, что такая работа необходима, потому что мы узнаем, можем найти там своих родственников. Можно узнать солдата, узнать, как его зовут. Это очень интересно и очень важно. И мне очень нравится, как бы я хочу туда записаться и посмотреть. Главным мероприятием Дня неизвестного солдата стала торжественная церемония на площади воинской славы. Здесь собрались горожане, представители администрации, общественных организаций, боевого братства, юнормейцы. Минутой молчания почтили павших защитников Отечества, известных и безымянных. По окончании памятной церемонии горожане возложили цветы к стене памяти. В этом году мы очень много говорили об исторической памяти, о том, что ее нужно сохранить и передавать из поколения в поколение. Как раз эта памятная дата и это событие еще раз позволяет нам вспомнить наших героев и почтить их память. Как говорил Роберт Рождественский в своем произведении, это нужно не мертвым, это нужно живым. Среди собравшихся на площади и молодые волонтеры. Одна из главных задач волонтеров Победы это сохранение исторической памяти. И поэтому мы никогда не стоим со стороны таких мероприятий. Очень важно помнить о наших героях. Поэтому сегодня мы приняли участие в акции, посвященной Дню неизвестного солдата. Мы помогали раздавать свечи, зажигать свечи и возлагать их к вечному. Часть городских мероприятий в этот день прошла в режиме онлайн. Так, уроки памяти провели на своих страницах в соцсетях Военно-патриотический клуб «Форпост» и Губкинские библиотеки. Валерий Усманов, Михаил Марков, Новости Губкинского.